Амгурика в Тернейском районе Амгурика в Тернейском районе Амгурика в Тернейском районе Амгурика в Тернейском районе Не менее романтичное и жуткое название носит и каньон, в котором протекают воды реки Амгу – пасть дьявола. Река Амгу протекает по территории будущего Кемоамгинского национального парка, пока объект находится на стадии проектирования. Дорога к реке Амгу из Владивостока лежит через весь край с юга на север. Сначала по трассе нужно добраться от Владивостока до Дальнегорска, это 692 километра, а затем продвигаться еще дальше на север. Сначала едете до поселка Пласту на Терней, а затем по грунтовым и лесовозным дорогам все дальше на север. У ключа поворачиваете в долину реки Кема, затем поднимаетесь на перевал и далее следуете по ключу безымянному. Пройдя еще один перевал, попадаете в долину реки Амгу. Расстояние от Владивостока до Амгу около 900 километров. Хорошая грунтовая дорога идет мимо водолечебницы «Теплый ключ». Здесь можно оставить машину, либо проследовать дальше, до старой вертолетной площадки, от которой рукой подать до большого водопада на реке Средняя Амгу. Природные ресурсы и растительный мир Тернейского района уникальны, и в 90-х годах на территории района планировалось создание Кема Амгинского природного парка, но решение так и осталось на бумаге, пока объект находится на стадии планирования. Тернейский район Приморья еще остается нетронутым уголком Уссурийской тайги. Термальные источники реки Амгу находятся в уникальной горной местности. Растительность тайги и неповторимые пейзажи являются еще одним фактором, благоприятно влияющим на здоровье и настроение. В одном из живописных уголков 18 километров от села Амгу, вблизи реки Амгу, расположено отделение водолечебницы «Теплый ключ» поселка Терней. Лечебница существует здесь с 1946 года. Источник воды восходящий действует постоянно. Вода здесь прозрачная, пресная, без цвета и запаха. Температура воды составляет 36 градусов. Минеральная вода «Теплого ключа» имеет атмосферное происхождение. Дождевая вода, просачиваясь в грунт, нагревается. Проходя между гранитами, вода не реализуется, обогащается, а затем находит себе путь на поверхность. Вода источника «Теплый ключ» обладает широким спектром водолечебного действия. Река Уссури – это главная река Приморского, а ранее Уссурийского края является правым притоком Амура. По реке Уссури проходит граница России и Китая. Длина реки – 897 километров. Река Уссури берет начало в отрогах центрального Сихотая линия на склоне горы Снежная. Спустившись в долину, река становится равнинной, а ее крутые скалистые берега – пологими. На многих участках русло реки извилистое. Населенные пункты на реке Уссури – это село Чугуевка, поселок Кировский, поселок Горные ключи и город Лесозаводск. Река полноводна в период май-август. Летом нередки паводки и наводнения. Лед на Уссури вскрывается в апреле, остановится в ноябре. Вода используется для водоснабжения. Высшелесозаводская река Судоходна, ранее широко использовалась для сплава леса. На реке Уссури прекрасные условия для рыбалки. Река богата рыбой, здесь ловятся гальян и пескай, караси, сазан, таймени, налим, щука и сом, ленок и хариус, калуга и осетр. Приходят на нерест, горбуши и кита. В водах Уссури рыбы горных рек обитают рядом с донными рыбами. Горная рыба приходит в Уссури весной на период нереста, а осенью спускается сюда на зимовку. К радости отдыхающих по реке возможен сплав. Просто пешие прогулки по побережью, а также купание и отдых. Правда, тут вас будут ждать и комары, которые наряду с другими трудностями этого края оберегают Уссури от массового наплыва туристов и праздных гуляк. Для особо искушенных рекомендуется прогулка к истокам Уссури – редкое приключение. Река Раздольная. Ее старое название Суйфун. Берет она начало на территории Китая при слиянии рек Сяо Суйфэньхэ и Дай Суйфэньхэ. Общая протяженность реки составляет 245 километров. Если считать протяженность реки от истока Сяо Суйфэньхэ, то 414 километров. По территории Приморья река вытянулась на 191 километр. На территории Манчжурии река Раздольная – это бурная горная речка. В Приморье же она вольная и широко течет в долине. Это полноводная равнинная река. Росло реки в нижнем течении становится извилистым, разветвляется до ширины 100-200 метров. Здесь множество кос и перекатов. Река Раздольная полна особенностей и противоречий. Где-то она отличается внушительной глубиной и прямым течением, а где-то вдруг мельчает, становится извилистой и покрывается широкими галечными отмелями. Глубины реки колеблются от половины метра до пяти метров. Скорость течения – до трех метров в секунду, небольшая. Дно реки Раздольная галечное и песчаное. Берега реки крутые и обрывистые. Река Раздольная впадает в Амурский залив. Самой яркой особенностью Суйфуна является полноценное второе дно, тянущееся по всей длине русла основного водораздела. Оно настолько большое, что можно смело назвать его полноценной рекой, протекающей под верхним слоем. Благодаря тому, что дно подводной реки состоит из плотных горных пород, вода в ней чистая, пригодная для питья. Оттуда при помощи пробуренных артезианских скважин она поступает в некоторые промышленные предприятия и жилые дома. Основной верхний водоем полон рыб. Это как пресноводные, так и морские, заходящие на зимовку из японского моря виды. На нересть сюда заходит летом сима, а осенью – кита. Ловятся в реке Сазаны весом до пяти килограмм. Крупные суда, как раз наперка, карась и камбала. Зимой ловят корешку. Местами равнинные берега, раздольные, протекающие вдоль полей, вдруг окружаются скалистыми образованиями, покрытыми густым широколиственным лесом. В безветренную погоду вода настолько прозрачная и неподвижна, что в ее замерзшей глади можно детально разглядеть отражения неба, гор и причудливых растений. Река Бикин, протекающая по территории Приморского и Хабаровского краев, правый приток реки Усури. Название реки в переводе с удогейского означает «река, текущая между гор, богатая рыбой и зверем». Истоки реки находятся на северных склонах хребта Каменного в центральной части Сихотая линия. Впадает в Усури близ села Васильевская. Длина реки – 560 километров, площадь бассейна – 22 тысячи квадратных километров. До 30-х годов XX века в труднодоступных верховьях Бикино жили только удогейцы и староверы. И сегодня в этом уникальном девственном уголке земли практически нет людей. В нижнем течении Бикино находится единственный в мире массив нетронутых кедров и широколиственных лесов, площадью свыше 4000 квадратных километров, в котором происходит соприкосновение китайской и российской популяции амурского тигра. В 2010 году этот лесной массив был внесен в предварительный список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В этих краях наблюдается невероятное разнообразие флоры и фауны. Только в верхней части бассейна реки Бикин насчитывается более 20 видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Создается впечатление, что тут встречается с север и юг. Кедровые корейские сосны и пихты соседствуют с березами, увитыми китайским лимонником, актинидией и виноградом, а женьшень и элеутирокок с бабульником и кислицей. Подводное царство делят между собой хариус, таймень, ленок, змееголов и другие рыбы. На берегу откладывают яйца китайские триониксы, мягкотелые черепахи. Если говорить о млекопитающих, то помимо оказавшегося на грани исчезновения морского тигра, тут обитают буры и гималайские медведи, а также дальневосточный лесной кот. Что же касается птиц, только редких видов специалисты насчитали здесь 38. В частности, в долине реки Бикин можно увидеть японского и черного журавлей, дальневосточного и черного аистов, трехперску, дальневосточного кроншнепа, а также чешуйчатого крохоля, рыбного филина, иглоногую сову, каменного глухаря, дикушу – все они занесены в Красную книгу России. Словом, это удивительный, пока еще не изученный до конца край, животный и растительный мир которого нуждается в защите. Из значимых населенных пунктов на реке – Удыгейское национальное село Красный Яр и город Бикин. Река Киевка. Ее старое название – Цудзухе. Протекает она по территории Лазовского района. Река берет начало на юго-западных склонах горной системы Сихоте-Алинь и, пройдя 105 километров, делится на два рукава и впадает в бухту Киевка в центральной части побережья Приморского края. Площадь бассейна реки составляет около 3 120 квадратных километров. Питание реки смешанное – это таяние снега, родники, осадки, водопритоков. Притоки реки Киевка – это река Кривая, Лазовка, Беневка, Каменка и Перекатная. На всем протяжении река укрыта лесами. Река Киевка занимает первое место среди южноприморских рек по посещаемости туристами. Находясь в эпицентре таких раскрученных туристических объектов, как Лазовский заповедник, каскад Беневских водопадов, остров Петрова, а также с популяризацией такого вида активного отдыха, как рафтинг, она по праву претендует на звание очередного природного экскурсионного парка. Река состоит из участков, различных по скорости течения и ширине русла. Сложных препятствий нет, но встречаются прижимы, перекаты, правильное прохождение которых требует выполнения команд инструктора. Наиболее интересен порог-водопад в районе села Беневское. Прохождение его не вызывает особых трудностей у начинающих водников, но те, кому страшно, могут обойти препятствия по берегу. Ниже порога – прекрасное место для отдыха и купания. Река Кима – одна из крупных рек Приморья, находится в северной части, на территории Тернейского района. Протяженность реки – 119 километров. Бурная и своенравная река начинается у хребтов Сихоте-Алиня и затем устремляется на юг, к морю, где возле села Великая Кима впадает в одну из многочисленных букв побережья Японского моря под названием Штормовая. На Киме расположено урочище Ясная поляна. Это место знаменито тем, что здесь в 1936 году работал ученый-заолог Капланов, который большую часть своей жизни посвятил изучению повадок и охране амурского тигра. Ниже урочища на реке лежит целый каскад порогов от порога Труба до порога Токанжа. Природа этих мест очень красива. Чем ближе к морю, тем спокойнее становится Кима. Река хорошо известна любителям рафтинга своими порогами первой-пятой категории сложности. Река пользуется популярностью у рыбаков и путешественников. Река Милоградовка. Старое название реки Ванчин. Она одна из самых крупных рек Ольгинского района Приморского края. Верховье реки берет начало на склонах центрального Сихотая линия, самой высокой части гор Приморья. Милоградовка образуется при слиянии ручьев длинного, прямого и ветвистого. На ключах ветвистого прямом есть некрупные водопады высотой 5-6 метров. Река спадает в долину через скалистые ущелья, имея достаточный уклон. Течение бурное, поэтому она популярна у любителей водных видов спорта. Ввиду труднодоступности и сложного рельефа, долина Милоградовки никогда не видела непромышленных рубок. Обошли ее стороной серьезные лесные пожары. Это позволило лесам бассейна реки сохраниться практически в девственном виде. Здесь, в этом бесподобном музее природы, можно встретить могучие кедры возрастом более 400 лет и диаметром в два охвата. Тополя Максимовича не меньших размеров, грациозные лиственницы и ильмы, бархаты и тисы, возраст которых также исчисляется столетиями. Заметно представлены в древесном наборе верховья Милоградовки дуб монгольский, липа и манджурский орех. По берегам реки встречается дикая малина и множество грибов, рябина и лимонник, брусника и красная смородина. Весной береговые склоны фиолетовым покрывалом укрывает цветущий рододендрон. На скальных массивах произрастает эндемик юго-западного сихотеолиня – лиственница Ольгинская. Шикарные лесные массивы занимают почти все пространство речного бассейна. Наиболее густые смешанные леса раскинулись в верховьях реки. С приближением к морю густота и видовой состав леса снижаются. Из древесного набора почти пропадают хвойные – кедр, ель и лиственница. При практически отсутствующей пойме, Милоградовка имеет извилистое и достаточно разветвленное русло. Здесь много галечных островов, их длина колеблется от 30 до 150 метров, ширина от 10 до 13. Вся река испещрена цепью красочных порогов. Особенно красивы голубые и розовые пороги в урочище Чёртов мост. Есть на Милоградовке пороги хамелеон, цвет которых в течение дня постоянно меняется – от зеленовато-серого в лучах утреннего солнца до огненно-рыжего на полуденном солнцепёке. Ниже порогов речка входит в узкий каньон. Здесь она прорезает себе путь через один из отрогов хребта Сихотеолинь, сложенный очень прочными породами. Здесь располагается самый известный водопад Милоградовки – Милоградовский или Дивный. Это самый крупный водопад Приморья. По объему падающей воды расход воды составляет до 2-3 кубометров в секунду. В этом месте стремительный поток воды, словно в каменную трубу, втискивается в самое узкое место на реке и с 7-метровой высоты белой кипящей пеной падает в огромный водоём. В сочетании с окружающими реку утёсами полукилометровой высоты, покрытыми сочно-зелёным лесом, это неописуемое зрелище. Ниже Дивного есть и другие водопады, некоторые из которых достигают высоты в нескольких десятках метров. В ущелье Ключа Каменского находится самый высокий водопад Приморья – Поднебесный. Его высота составляет 59 метров. Выше его есть ещё один крупный водопад – Жало-Змеи. Его высота – 43 метра. А под горой Мраморной в глухом каньоне прячется водопад высотой 75 метров. Но его можно увидеть только после большого дождя, когда потоки воды обрушиваются в глубокое ущелье. До 1972 года, в которой случилось массовое переименование китайских названий географических объектов Приморья, Милоградовка носила имя Ван Цин или Ван Чин, что в переводе с китайского означало «излучина гор». В прибрежной тайге Милоградовки обитают множество редких эндемичных и ценных видов млекопитающих юга Дальнего Востока. Хищники представлены здесь дальневосточным лесным котом, рысью, медведями, бурами и гималайским, норкой и харзой и, конечно же, таёжным хозяином – амурским тигром. Из парнокопытных здесь встречаются кабаны, изюбр, пятнистый олень, косуля, горал и кабарга. Не найти в крае реки с таким набором уникальных особенностей, какой представлено Милоградовке. Помимо разнообразных водопадов, цветных порогов, удивительных даже по меркам уссурийского края сочетаний с северный и южный флор, в бассейне Милоградовке есть природные объекты, претендующие на звание полноценных природных чудес. В 2008 году уникальность Милоградовки и её природная ценность была признана на государственном уровне. Бассейну реки и его окрестностям был присвоен статус особо охраняемой природной территории – национального парка «Зов тигра». Вода в Милоградовке при средней и малой водности чиста и пригодна для питья без кипячения и дезинфекции. Она довольно прохладна, в самые жаркие дни её температура не выше 12-13 градусов в среднем течении, что не даёт возможности купаться в ней всем желающим. Глубина на разных участках различна, на бродах 30-40 см, в других местах, где мельче, где глубже, есть омытые и небольшие песчаные косы. Течение довольно быстрое, но на бродах специальная страховка не требуется. Во многих местах из-под береговых обрывов текут струйки воды, окрашивая под собой полоску грунта в красно-бурый цвет. Это минеральные ключи типа ласточка. Кое-где эту воду можно зачерпнуть кружкой, что в жаркий летний день вызывает у туристов восторг. Множество минеральных источников есть и в нижнем течении реки. Наиболее посещаемые из них находятся в 15 километрах от села Лиственное. Силами сотрудников национального парка «Зов Тигра» ведётся большая работа по развитию туристического потенциала Милоградовки. На популярных маршрутах оборудованы уютные площадки для кемпинга. Установлены туристические указатели, направляющие туристов к наиболее ярким объектам просмотра. Река Партизанская. Старое название реки Сучан. Она берёт начало на южных отрогах хребта Сихотея-Линь в горах Пржевальского и, пересекая всю Золотую долину, впадает в залив Находка в Японском море. Протяжённость реки 142 километра. Площадь бассейна 4140 квадратных километров. Весь бассейн реки укрыт лесом. Множество горных ключей и мелких речек питают реку. Крупные притоки Партизанской реки – это река Тигровая, Мельники, Сергеевка, Водопадная. Каждый из рек Южного Приморья, впадающих в Партизанскую, очень живописно. В течение реки Верховьях извилистое, дно каменистое. Берега реки Крутые, высотой 1,5-2 метра. Ниже села Владимира Александровского река становится глубокой, более 3 метров. Одно становится илистым или песчаным, перекаты исчезают, течение замедляется. Река имеет горный характер. Во время волнений на море и прилива вода в устье имеет солоноватый привкус. Река Сучан – это то место, где не растятся лососевые рыбы. В этой части реки, где она соединяется с Японским морем, в солоноватой воде можно встретить дальневосточную навагу, а также несколько видов камбалы и бычков. Здесь обитают раки и речные крабы. Все берега Партизанской реки покрыты лесом. Сплавы по реке, пешие прогулки по берегам, купание и рыбалка – это не весь полный перечень того, что может подарить вам отдых на реке Партизанской. В культурную программу может быть включено посещение Екатериненских пещер, хребта Чандалас, городов Находка и Партизанск. Приморье богато на реке, но есть здесь и озера. В Приморском крае они имеют в основном реликтовое происхождение и по региону расположены неравномерно. Особенно часто озера встречаются в долинах рек Раздольной и Усури. Основная их масса находится в южной части региона. Крупнейшее озеро Приморского края – озеро Ханка. Озеро Ханка – самое большое озеро Приморского края. Расположено оно в центре Приханкайской низменности на территории России и КНР. Более широкая северная часть озера принадлежит Китаю. Озеро имеет длину 90 километров, ширину – до 67 километров. В озеро впадает более 20 небольших рек, а вытекает только одна – река Сунгач, впадающая в реку Усури. Озеро относительно мелководное, глубины в нем не превышают 6,5 метров. Средняя глубина – 4,5 метра. Вода в озере постоянно мутная. Причиной этого являются сильные ветра, которые перемешивают воду озера. Озеро Ханка достаточно древнее. Во времена империи Джорджени оно называлось Ханкай-Ома, что в переводе означает «море птичьих перьев». В свое время озеро исследовал Пржевальский, а затем и Арсеньев. В 1970 году японский режиссер Акира Курасава снимал здесь часть своего знаменитого фильма «Дирсуузала». В 1971 году в соответствии с Рамсарской конвенцией озеро Ханка и прилегающие к нему территории признаны водно-болотными угодьями международного значения. В 1990 году организован природный заповедник Ханкайский – самый молодой в Приморском крае. В апреле 1996 года между правительствами Российской Федерации и КНР было подписано соглашение о создании на базе Ханкайского заповедника и китайского заповедника Синкайху – международного заповедника озера Ханка. Озеро поражает своим биологическим разнообразием. Так, прибрежная флора насчитывает около 620 видов растений, в том числе и лотос комарова, а фауна – 29 видов животных. Здесь водятся лисицы, янатовидные собаки, андатры, бурундуки, косули и знаменитые черепахи Триониксы. Сюда прилетают для того, чтобы гнездиться множество птиц – всего 336 видов. Также Ханка – настоящий рай для рыбака. Здесь водится 75 видов рыб. Несмотря на то, что вода в озере довольно мутная, немало отдыхающих желают искупаться. Самое лучшее время для отдыха – начало лета и начало осени. Тогда как на морских побережьях еще холодно, здесь нет никаких ветров, и благодаря небольшой глубине озера вода быстро прогревается. Пляжи небольшие, и с года в год их очертания заметно изменяются, так как количество осадков сильно влияет на уровень воды. Здесь располагается большое количество баз отдыха. Вдали от шумных городов и гула машин, коллег и соседей, под треск остров компаний друзей семьи, можно будет отлично провести время, отдыхая, наслаждаясь волшебными красотами. На северо-западном побережье Уссурийского залива с высоты птичьего полета виден безымянный ручей, впадающий в озеро дивной красоты – озеро Черепашья. Название озера получило из-за своей формы, сверху оно напоминает черепаху. Как будто старая, немного неуклюжая черепашка прилегла среди изумрудной зелени отдохнуть. Хотя мнения историков расходятся на этот счет. Некоторые полагают, что название озеру дали основы китайских слов «князь», «восемь» и «озеро». В совокупности название произносится как «ван-ба-по-дзы» и означает «черепашье озеро». Но не в прямом значении, а в сакральном мистическом. Более приемлемая версия происхождения названия озера от тунгуса маньчжурских компонентов. «Вамба» – слово в значении «толстый», «боза» – это река, что дословно переводится как «толстая речка» или «утолщение в реке». Отличный пляжный досуг привлекает на озеро Черепашье многих туристов и жителей Приморья. К услугам отдыхающих благоустроенный пляж и развивающаяся игровая зона Приморья. Где находится озеро, которое каждый год исчезает и снова появляется? На севере Приморья, в Тернейском районе, в Сихотеолинском заповеднике, на озерах палео-вулкана Шандуй. Дороги туда к шандуйским озерам не проложено, не протоптано и троп. Озеро Шандуй называют еще и царским. Возлежа между плато и скалистым хребтом, оно еще с воздуха поражает своей формой. Зеркало его вод напоминает притупленные наконечные копья, треугольные симметричные с закругленными концами, с очень ровными, как по линеечке, берегами. Никаких бухточек, мысов, всюду одинаковой высоты, каменистый откос по всему Окаему. Если прилететь на Шандуй летом, Царского озера вы попросту не увидите, не застанете. Только пустое ложе, сухие ровные осыпи берегов и дно, густо поросшее травой. Летом вода уходит из Царского озера и остается только пустое ложе, сухие ровные осыпи берегов и дно, густо поросшее травой. Изюбри используют летом это место для спасения от гнуса на открытом проветриваемом пространстве. Также это место, где изюбри питаются травами и обогащаются минеральными веществами, такими как ил на пустом дне озера. Вода уходит из озера каждый год, а каждую осень в начале сентября или в конце августа вода начинает прибывать. Вода прибывает со скоростью более 100 тысяч кубометров воды каждые сутки, и за неделю озеро Царское снова заполняется. Вот это чудеса! Лотос – это один из неофициальных символов Приморского края вместе с тигром и мостами Владивостока. Тип лотоса, который повсеместно встречается на территории Приморья, называют лотосом комарова в честь исследователя и ученого, изучавшего Дальний Восток в XIX веке. Крупные и красивые цветы поднимаются над водой на высоту до 30 сантиметров. Цветы издают не сильный, но очень приятный аромат. Лотос – растение священное, поэтому с ним нужно обращаться крайне осторожно. Мало того, что оно охраняется законом, но существуют традиции, согласно которой человека, сорвавшего цветок лотоса, ожидает несчастья. Приморский край богат местами цветения лотоса. Наиболее доступны город Артем, территория около Гресс, озера или русла реки Уссури. Также лотос встречается на берегах знаменитого озера Ханки. Но есть в крае и озеро, которое было названо в честь этого удивительного цветка. Также озеро носит название Гусиное, привлекает на свои берега тысячи туристов. Здесь ежегодно расцветают тысячи великолепных розовых лотосов. Они покрывают водоем сплошным роскошным ковром. Уникальное для России явление можно наблюдать в середине лета на острове Путятина, где и расположено озеро. Для туристов на острове построен палаточный лагерь. Летом туристы с удовольствием приезжают сюда, чтобы искупаться в озере, половить рыбу и полюбоваться на живописную местную природу. Вот только сувениров оттуда с собой не привезешь, так как рвать лотоса нельзя, запрещено законом. О появлении озера лотосов существует интересная легенда. Говорят, что на месте водоема когда-то была деревня с колодцем. Колодец этот соединялся будто бы подземным течением с озером Байкал. Даже обломки затонувших в Байкале кораблей находили порой в воде колодца. И вот однажды из колодца полилась вода, которая затопила всю деревню и появилось озеро. Возможно, что эта легенда не лишена смысла, так как именно в Гусином находят байкальского омоля, эндомичную рыбу, живущую только в Байкале. Остров, на котором расположено примечательное озеро, назвали в честь русского адмирала и государственного деятеля Ефима Путятина. Он был открыт в 1858 году. Сюда приезжают туристы, чтобы отдохнуть в теплый сезон, полюбоваться красотами этого удивительного острова. Остров Путятина дает возможность туристам осуществить заплыв к лотосам. А недалеко от Хасана есть настоящее озеро лотосов с одноименным названием. При наличии водного средства передвижения поездка на лотосовое озеро подарит туристам незабываемое ощущение и эмоции. Озеро Гусина известно среди ученых и охотников как место зимовки многих перелетных птиц, а в особенности диких гусей. Отсюда и название. Приморский край славится своей природой уникально не только по российским, но и по мировым меркам. Сохранившийся на его территории северные джунгли Уссурийская тайга отличается неповторимым биоразнообразием, не имеющим аналогов на планете по сложности экосообществ, по многогранности сочетаний биологических видов. Водоемы Приморья – это настоящая жемчужина края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова